На прошлой неделе собственники 30-го дома по 3-й Любинской получили ключи от своих квартир. Но радость новоселов длилась недолго. Как выяснилось при заселении, воды на доме ни горячей, ни холодной нет. А вчера отключили еще и свет. Рубильник не реагирует уже сутки. Скоропортищиеся продукты из холодильника пришлось выбросить. Приготовить пищу тоже невозможно. Во всем доме электроплиты. Повезло, что лето и поздно темнеет. Иначе разорились бы на свечках. Мобильный телефон не зарядишь, мундиаль не посмотришь, сетует Сергей Егорович. Хотя у этих новоселов свой футбол. Мы во все инстанции обращались. То есть из той же прокуратуры. Везде в футболе. Везде, везде. И что застройщик нет денег, застройщик не может. Пока вот у него нет денег, он не может заплатить водоканал. Что холодное, что грязь. Воды во всем доме тоже нет уже неделю. Просто элементарно умыться там, ну все остальное. Воду приходится носить, где-то брать. На колонке, у родителей. Затаривать бутылки, поднимать. Седьмой этаж. Так что приятного, конечно, мало. Ресурсоснабжающей организации говорят, что у застройщика остались долги. ООО «Сиппромстрой» давно испытывает трудности с деньгами. Сроки сдачи в эксплуатацию десятиэтажки неоднократно переносились. Заждавшись своих квартир, дольщики скинулись по 20 тысяч рублей, чтобы приблизить новоселье. Сами дольщики мы складывали деньги, собирали деньги на то, чтобы заплатить долги Гутникова водоканалу. Мы попробовали связаться с Михаилом Гутниковым. По телефону директор строительной фирмы заверил, долгов нет. По-хорошему, вот дом ввели в эксплуатацию, да. Тут нужен какой-то промежуток времени, чтобы управляющая компания успела заключить договора с ресурсоснабжением. Так как дом этот практически проблемный, поэтому мы не стали выдерживать эти периоды передачи жилых квартир людям. Мы им сразу выдали акты прямой передачи. Я думаю, что в течение месяца эта ситуация должна разрешиться. Застройщику люди больше не верят. Олеся должна была жить по соседству. Крайне отрицательно у меня к нему отношение, потому что очень большое количество людей он заставляет ждать очень долго. И люди не всегда могут платить. То есть мы на сегодняшний момент, наша семья платит ипотеку порядка 20 тысяч. Плюс съемное жилье, плюс, естественно, кредиты, проживание, питание, комуслуги и так далее. Поэтому представляете, в какую копеечку это выходит для каждой семьи. По договору вторая очередь дома сдается в конце 2016-го. На дворе середина 18-го, а в котлован забиты только три сваи.